Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня приготовлю шарлотку, но это не классический рецепт. Тесто готовится с добавлением масла и молока. Приготовить ее можно с любыми ягодами и фруктами. У меня сегодня груши, но хорошо подойдут сливы, абрикосы, яблоки, все что у вас есть. Перед вами все продукты, которые понадобятся для замеса. Яйца надо предварительно разделить на желтки и белки. В первую очередь надо взбить белки в пышную, плотную, устойчивую пену. Для этого мне понадобится блендер, белки взбиваю до пышности. Когда белки взбились до вот такой вот пышной массы и на поверхности от венчика начинает оставаться рисунок, добавляю сюда столовую ложку сахара из общего количества и продолжаю взбивать. Должна получиться вот такая вот масса. Видно, что белок не осел, все хорошо взбилось. И с сахаром белковая масса получается более плотная и устойчивая. Убираю в холодильник, они мне понадобятся чуть позже. У масла высыпаю весь оставшийся сахар, щепотку соли и чайную ложку ванильного сахара. И все это перетираю вот таким вот венчиком до однородности. Когда все продукты смешались, добавляю сюда по одному желтку и продолжаю взбивать. Вот теперь уже буду добиваться растворения сахара. Зачищаю чашу, чтобы все продукты взбивались более равномерно. Конечно же, для быстрого растворения сахара берите лучше мелкий сахар. Получается вот такая вот пышная масса. Дальше тесто готовится очень быстро, поэтому сейчас включила духовку на разогрев, температура 175 градусов. Теперь сюда надо добавлять муку и молоко. Пока эта масса взбивалась, я приготовила муку. Добавила к ней чайную ложку разрыхлителя, полную с горкой, хорошо перемешала и просеяла. Высыпаю сразу половину нормы муки, указанной в рецепте. Перемешиваю на невысокой скорости, чтобы мука не поднялась в воздух. И добавляю половину молока. Перемешиваю до однородности. Высыпаю всю муку, вторую половину, и снова на невысокой скорости перемешиваю. Выливаю оставшееся молоко. Долго месить это тесто не надо, до однородности и достаточно. Получается вот такая вот красивая кремовая масса. Посмотрите, какая она должна быть. С лопатки не спадает, не стекает. Теперь добавляю сюда белки. Все это время они у меня простояли в холодильнике. Делю их где-то на три части и аккуратно вмешиваю в тесто. Такими круговыми движениями поднимаю тесто снизу вверх. Прохожу по краешкам, посередине, чтобы хорошо, полностью, однородно все перемешалось. Тесто получается очень нежное. Старайтесь его перемесить так, чтобы оно сохранило свою пышность. Последние белки и все хорошо перемешиваю. Очень просто готовится это тесто. При наличии машины или миксера вы это сделаете легко и быстро. Вот такое вот оно получается. Не густое, но и не жидкое. Выпекать буду вот такой вот форме. Ее размеры по стеночкам 23 на 23. Высота бортика в 4 сантиметра. Покрыла ее пергаментной бумагой. Пергамент у меня силиконизированный. Если у вас обычный пищевой, смазывайте его размягченным сливочным маслом. Выливаю сюда все тесто. Смотрите на его консистенцию. Очень похоже на бисквитное. Хорошо все разравниваю. И осталось только разложить фрукты или ягоды. Грушу я порезала на вот такие вот тоненькие дольки. Пироги почистила, убрала серединку. Раскладываю на расстоянии где-то до 1 сантиметра. Для этого пирога мне понадобилось 3 груши. Но все зависит от их размера. Вот такой вот красивый получается пирог. И теперь его надо украсить. Я засыпаю сахаром. Чтобы корочка была блестящая, хрустящая. Сахаром посыпаю и груши, и тесто. Все, пирог готов. Духовка нагрелась. Отправляю выпекать. Время выпечки укажу позже. Выпекаю на среднем уровне, подогрев духовки вверх-вниз без конвекции. Пирог испекся. Выпекался он 55 минут при температуре 175 градусов. Но время выпечки зависит от особенностей вашей духовки и еще от качества формы. Первые 30 минут выпечки духовку я не открывала, чтобы пирог не осел. А после 40 минут выпечки проверяла его на готовность деревянной шпажкой. Проверяла именно вот здесь вот в середине, где он самый высокий и где он дольше всего пропекается. Шпажка сухая, значит пирог готов. Немного дам ему остыть в форме, потом достану и на решетке оставлю до полного остывания. Бумагу полностью не снимаю, раскрываю только бортики. Вот такая вот получается выпечка. Смотрите, какой он красивый. И вот посмотрите на эту корочку. Настоящая корочка шарлотки. Блестящая, хрустящая, очень аппетитная. Тесто под пальцем попискивает, пропеклось. Очень напоминает бисквит, но по вкусу лучше. Пирог получается более нежный, влажный, с молочно-сливочным вкусом. Прошло 2 часа. Пирог полностью остыл. Смотрите, серединка не запала, остается ровненький. Снимаю бумагу. Вот такая вот красивая выпечка. Донышко мягкое. И перекладываю на разнос. Украшаю сахарной пудрой. И можно подавать к чаю. Ну и теперь самое интересное, какой же он внутри. Очень мягкий. Разрезается как масло. Посмотрите, какая красота. Желтый, пористый, мягкий. Посмотрите, какой он. Вот такой вот пирог получается в разрезе. Этот рецепт вы обязательно должны попробовать. Тесто очень вкусное. Влажное, сладкое, нежное. Если вы любите бисквит, это тесто намного вкуснее. Оно вам обязательно понравится. Готовьте с удовольствием. И приятного вам чаепития. Ну а на этой вкусной нотке я с вами прощаюсь. Если вам нравятся мои рецепты, подписывайтесь на канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Огромное спасибо вам за лайки, комментарии. Всем пока, всем удачи!